И в политике, и в военной сфере, и в экономике, я сегодня пару слов скажу не о экономике. Мы удивляемся, что в России есть и свои интересы, и при этом мы сами извращаем наши причинно-следственные связи. Можем, так сказать, резко понизить некоторыми своими необдуманными шагами авторитет ВДКБ в мире. Известная история, да, вы знаете, скачет урок, а после этого туда обращаться, причем нарушая именно эти шаги причинно-следственные. Следующая позиция, конечно, если в Армении будут и дальше рассказывать сказки победоносные про наши, скажем, военные шаги, и при этом будут подмахливать какие-то бумаги, причем такие, про которых не знают даже министерства иностранных дел, то что может сделать в этом плане Россия? Конечно же, если мы сами себя не будем защищать, то обращаться к нашим советникам эффект будет резко снижен. На днях я прочитал в Фейсбуке сообщение советника посольства Польши, Визу Тамары, и он пишет, мне было больно от этого, что если страна сама себя не может защищать, и обращается только к своим советникам, то она обречена. Вот мы, кстати, дошли до этой точки. Я думаю, что вот в сегодняшних шагах мы сами себя защищаем и обращаемся сразу к советнику. Опять причинно-следственная связь нарушена. Конечно, у России есть свои интересы, но мы должны иногда настаивать на своих. Очень четко это мы должны делать. И я уверен, что в этом плане противоречия между нашими интересами и российскими ни вдруг не будет. Мы должны активно, активно защищать свои интересы, учитывая, конечно, российские интересы, четко составить план по всем направлениям углубления и использование именно российского потенциала как в военной, как в политической, так и в экономической сфере. Спасибо за внимание. Спасибо.